В Крае проживает порядка 8 тысяч армян. Одна из наиболее многочисленных диаспор на Алтае. Радушный народ бережно хранит свои традиции и культуру. В Союзе армян, который существует в Барнауле вот уже 15 лет, по выходным, к примеру, проводит бесплатные занятия по родному языку. Здесь отмечают национальные праздники. Армяне говорят, проживая в России, полюбили нашу кухню. Но им особенно приятно, что популярность на Алтае снискали и их блюда, к примеру, тот же лаваш. Раньше, вот я здесь нахожусь с 1986 года, уже давно здесь живу. Но вот именно вот таких, как бы, специфических, например, продуктов не было раньше. В том числе и лаваша, и кинза. Почти на 400 человек больше, чем армян в крае казахов. Их традиционное блюдо, бешбармак, одно из основных меню у жителей приграничных территорий региона. Впрочем, россияне позаимствовали у Казахстана не только еду, но и слова. Таких много слов. Тоже слово таможнее. Тоже слово там, в русском языке слово деньги. Правильно, да? Выражаемся деньги. Это с казахского языка мы называем тенге. У трудолюбивых, чистоплотных, но и достаточно упрямых татар, коих в крае тоже немало, проживающие на Алтае, заимствовали не только отдельные слова, блюда, но и праздники. К примеру, татарский сабантуй. Аналог нашей масленицы. Сабантуй уже не только собирает татар, но и собирается, в принципе, уже жители городов. Они же традиционно спрашивают, когда будет сабантуй, а будет ли в это, а где будет сабантуй. Мы хотим поучаствовать. Ну, потому что такой очень приятный, добрый, веселый праздник. Параллельно с культурным взаимообменом, который неизбежно происходит, когда несколько этносов проживают на одной территории, каждый народ всеми силами стремится сохранить свою идентичность. Сложнее всего это дается самым малочисленным, среди них кумандинцы. Несмотря на свою малочисленность, кумандинцы до настоящего момента сохранили многие элементы своей традиционной материальной и духовной культуры, а также частью и свою родную речь, и фольклор. И именно этот опыт сохранения и активное возрождение тоже привлекает общественности внимание. По словам ученого, этнографическая карта нашего региона с годами особенно не меняется. Почти 94% населения в крае русские. За последние годы в регионе отмечается падение темпов международной миграции. Но к нам все так же по-прежнему приезжают казахи, киргизы, узбеки и уезжают немцы.